Так, что ж, только что созвонился с Эллом, вокалистом Kill City Kills, значит, рассказывал, как запускать наши концертные плейбеки, весь этот сетап. Я думал, что это займет, блин, часа два-три, что будет много спотыкачей, всяких проблем, сложностей. В итоге с первого раза все получилось, очень гладко, четко, быстро прошли. И я теперь на это смотрю и думаю, ведь, блин, ведь все это, да, для того, чтобы все те, там, два-два с половиной года, которые мы именно вкладывали вот в наш вот этот концертный сетап, да, в его прокач, улучшение и так далее, все это уместилось буквально в 40 минут. Ну, причем эти 40 минут заняло, по сути, больше какое-то неформальное общение и так далее. То есть все эти знания, да, они сжались, по сути, наверное, если сделать выжимку из того, что сейчас происходило, ну, минут 15 максимум, да. Поэтому вот тоже интересная мысль, я тоже ее много раз уже озвучивал, да, что когда, там, не знаю, вы идете на фотосессию к фотографу или заказываете какой-нибудь видеографа классного, он вам говорит, что моя работа стоит, там, много-много миллионов, там, каких-то единиц, вы говорите, блин, что так дорого-то, ты всего один час будешь снимать. Вот, и тут важно понимать, что для того, чтобы человек мог этот час снимать и снять так, чтобы это было офигенно, он до этого вложил, там, половину своей жизни, да. То же самое с нашим техническим сетапом. Ну, действительно, то есть те вещи, к которым мы пришли, которые мы изучили, раскликали, попробовали, протестировали, это реально заняло, ну, по сути, вот, как бы, там, два года, да. То есть, причем, это именно были, ну, вещи, которые надо было тестировать именно на концерте, да, то есть стабильность системы. Что будет, если в клубе много людей и твой роутер просто, который раздает Wi-Fi, в общем, как он отреагирует на это и так далее. Вот, все это, конечно, ну, реально время и так далее, и так далее. И очень крутой опыт. Вот, поэтому, собственно, вроде как все получилось, вот, парни на днях будут репетировать уже, вот, собственно, пока, пока. Ну, короче, да, вот, значит, не спрашиваю, кто будет барабанщиком, я так понял, что пока что сессионно они, ребят, взяли. Вот, короче, вот, рад, что смог помочь, рад, что, опять-таки, да, смог поделиться знаниями и опытом, вот. И немножко даже почему-то это так, ну, как бы, честно скажу, да, так ревностно отношусь к тому, что мне всегда нравилось, что в группе, да, то есть я был парнем, у которого, который владеет, вот этой всей системой, да, там, ноутбук, звуковая карта, коммутация. Еще Тони наш замечательный, да, наш звукорежиссер. Значит, естественно, мы вместе с ним это делали, точнее, он делал и учил меня, по сути, да. Вот, и вот мы были вот такими двумя ребятами, которые во всем разбираются. Теперь, как бы, я и Элису все рассказал, и мы это все на видео записали, и я такой думаю, блин, типа, ну, как бы, как сказать, скажу, как хотел сказать, хотел сказать, что моя ценность, типа, снизилась, да, что я уже не такой полезный, да, становлюсь. То есть раньше у меня был какой-то секрет, какая-то тайна, а теперь эту тайну знают вот ребята. Вот, но, тем не менее, это прикольно, то есть, ну, поделился, поделился опытом. Ну, Елл правильно сказал, говорит, если бы он сам в этом разбирался, он бы просто бы там погряз бы в этих форумах, и, короче, это было бы очень-очень неприкольно. Вот, поэтому так с наушниками история продолжается. Значит, черт возьми, сегодня я атаковал все магазины, искал, значит, где можно примерить модель мини. В итоге только в Ханое есть моделька, вот, мини, которую можно померить. Но на такое, как бы, приключение я не готов. Вот, и, короче, есть модель Pro Mini, но она, собственно, за рубежом, ее надо заказывать. Причем именно сайт этой компании, он предательский, меня все время на сайт вьетнамский перекидывает. Какие бы VPN-ы я ни пробовал, все равно, реально, вот, все равно у меня на вьетнамский сайт. На вьетнамском сайте модель Pro Mini еще не представлена. Что вы думаете, я сделал? Я связался с владельцами, узнал у них планы, они сказали, через полтора месяца они планируют эту модель анонсировать. То есть, опять-таки, да, вот, мое вот это сумасшествие, в хорошем смысле слова. То есть, я такой, ага, я уже вот понимаю, как рынок устроен, там, мгм, там, ну, то есть, какие-то интересные, в общем, вещи. Тут меня переполняют немножко эмоции, поэтому скомканно сейчас говорю. Не буду углубляться в эту тему. В общем, и как бы, а другие, другой магазин сказал, что наушники, возможно, приедут в конце следующей недели. И я такой думаю, блин, ведь можно купить сейчас и просто кайфануть. Просто, ну, блин, зачем тебе идеальные наушники? Возьми просто, просто хорошие наушники. Вот, но, типа, я все равно хочу ждать, что-то жду, да, и так далее. Вот это, конечно, с одной стороны утомительно, а с другой стороны, ну, реально кайф, что ты самая лучшая себе, вот, прям, покупаешь то, что тебе нужно. Вот, поэтому, собственно, какая мысль? Судя по всему, на чем я остановлюсь? У меня еще была отчаянная мысль просто написать в интернете, типа, у кого есть наушники мини, давайте встретимся, я подъеду, померю. Дайте померить ваши наушники. Пока до этого не дошел. Вот, но чтобы вы понимали, насколько я серьезно настроен. Короче, мысль какая, буду ждать полторы недели, когда в магазин местный привезут модельку мини, точнее, они не сказали, что они ее привезут, но сказали, что будет новый привоз, возможно, она там будет. Вот, тогда, значит, померю мини, и тогда уже определюсь, как бы, мой форм-фактор какой, обычный или мини, потому что у них есть гайды, как замерять, как выбрать модель, там надо замерить расстояние от одного ухода до другого, и я четко посередине попадаю, между обычной моделькой и мини. Вот, и, блин, это пипец это вообще. Так вот, короче, с наушниками. Собственно, жду, мерю мини, если мини мне окей, тогда у меня следующий челлендж начинается. Я начинаю думать, так, хорошо, то есть, что, я тогда заказываю модель ран, не ран про мини, а ран мини. То есть, она, соответственно, будет в доступе, можно ее купить здесь и сейчас, а можно дождаться, пока во Вьетнам приедет модель ран про мини. Это, типа, ну, самая вот, как бы, самая классная, но ее во Вьетнаме пока нет. Ее можно заказать из-за рубежа, но, соответственно, заплатив 30% пошлины. И, как бы, это такое себе. Короче, будем решать, будем думать. Вот, пока что план такой. Продолжаем. Так, всем привет. Начинается новый день и краткая-краткая утренняя мысль, утреннее осознание. Значит, вчера у Андрея Краснова был день рождения. Собственно, я его с чем и поздравил, да, и пожелал очень такую вещь. Ну, вроде бы простую, но настолько непростую, так скажем, в ее применении. Вот, я пожелал ему научиться ценить. Смотрите, окей, придется чуть подольше рассказать. Короче, когда мы испытываем какие-то яркие моменты, нам всегда хорошо. Почему нам хорошо? Потому что мы эти яркие моменты сравниваем с моментами, когда что-то у нас не очень хорошо. И, собственно, на этом контрасте мы испытываем кайф. Поэтому я ему сказал, что я тебе желаю, чтобы у тебя было как можно больше этих ярких моментов, да. Но, соответственно, чтобы тоже контрасты были, да, то есть какие-то небольшие там шажки вниз, да, они, ну, не то что должны быть. Я объяснил так, что если, так скажем, ты не хочешь делать какую-то внутреннюю работу над собой, то пускай эти шажки будут, да, чтобы ты как раз вот на вот этих вот качелях, да, постоянно, собственно, то вверх, то вниз. И испытывал вверх всегда вот это ощущение кайфа. Но если ты готов, да, проводить какую-то внутреннюю работу над собой, то желаю тебе, чтобы у тебя не было этих качелей, чтобы ты научился ценить то состояние, которое поднимается, да, и становится, ну, назовем это кайф, да. То есть что-то хорошее происходит в твоей жизни, ты кайфуешь от этого, потом начинается ровная полоса из этого хорошего. И что происходит? Если ты не делаешь внутреннюю работу над собой, то этот уровень хорошего, он становится для тебя обычным, и ты перестаешь получать удовольствие от этого. Вот я ему пожелал, я говорю, научись, ну, научись постоянно кайфовать и ценить то, что имеешь, да, от этого кайфовать. Вспоминай, каким ты был там месяц назад, год назад, там, да, там, пять лет назад и так далее, и какой ты есть сейчас. Сколько из твоих целей, желаний, да, стремлений реализовалось. Вот, только-только-только вспомни об этом, ты офигеешь. Вот, и цени это. И, соответственно, да, но тут есть тоже очень такая тонкая грань, ну, вот, хотел покороче, но придется более детально все рассказать. Тонкая грань в чем, что, допустим, вот эта ровная полоса пошла, да, мы научились ее ценить, нам кайфово каждый день. Но, собственно, где же роз здесь, если нам кайфово, да, мы такие просто сидим на одном месте, нам хорошо, нам здорово, классно, настроение хорошее. Может быть, может быть, это и называется счастливая жизнь, да, собственно, надо спросить, как шведы, к какому принципу они придерживаются. Потому что, я забыл это слово, но вот у шведов как раз у них есть даже название принципа этого жизни, он как-то называется достаточно, да, то есть они там не кичатся всякими дорогими штуками, они ценят жизнь, потому что, да, ну, как бы я не могу сказать, что она одна, но, короче, вот, значит, короче, ценят текущую жизнь. И, собственно, зачем гнаться за какими-то там богатствами, да, если можно просто в кайф жить и все такое, вот, короче, но, собственно, если мы говорим про постоянный рост, да, что мы хотим большего, 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 то вот на этой ровной полосе, когда мы научились получать удовольствие, да, без провалов вниз и потом резких взлетов, вот, тут очень сложно себя мотивировать дальше как бы расти. С другой стороны нет, с другой стороны ты наоборот, ты в хорошем заряженном состоянии находишься, да, счастье, у тебя много энергии, соответственно, ты начинаешь, ну, действовать, вот, короче, интересно, интересно будет за этим понаблюдать, напишите в комментариях, как у вас это работает, что вас мотивирует, мотивирует ли вас похвала или вас мотивирует, когда вам говорят, у тебя не получается, у тебя не получится и так далее. Вот, это совершенно, да, два разных типа мотивации и у каждого реально по-своему работает. Я всегда раньше думал, что работает, вот, у меня работает, что, когда мне говорят, что у тебя не получится, я думал, что так у всех, но потом я понял, что реально для многих людей важна похвала и только тогда они начинают расти. Вот, мой, как бы, да, вот подход, есть фильм, как же он называется-то, короче, про барабанщика, знаменитый фильм, где этот его учитель там изматывал, вот, и там вот это слово, что нет более вредного слова, чем молодец, вот, это скорее, наверное, про меня. То есть, несмотря на то, что, да, я, так скажем, любил опираться на чужое мнение, мне было важно, да, получить одобрение, похвалу, да, но это меня как будто бы не мотивировало. То есть, это для меня являлось, наоборот, поводом остановиться, что, типа, я молодец, значит, я в глазах других людей добился результата, все, значит, я красавчик, зачем мне дальше двигаться. А вот если другие люди говорят, что, а, ты не так хорош, у тебя вот это не получится, это не твое, я такой, ага, все, я понял, короче, вызов принят. Вот, короче, меня вот это раньше мотивировало. Так, в общем, в общем, утренняя мысль в чем? Сегодня второй день, когда я встаю на весы, и весы показывают минус, 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 минус. То есть, вчера было 76,6, вот, то есть, ну, реально ушел, ушел вот этот вот там 800 грамм, да, ну, соответственно, я вам об этом. Я вам уже говорил. Соответственно, вчера вот на этом заряде, да, что все правильно, все двигаюсь в нужном направлении, вчера очень легко и в кайф, в общем-то, последил за своей диетой, да, то есть, съел поменьше фруктов, съел поменьше порцию на обед, да, там, на ужин и так далее. То есть, короче, там, орехов поменьше съел. Вот, и сегодня тоже встал на весы, и на 100 грамм вес меньше стал, вот, с учетом того, что, ну, в туалет не ходил. Вот, и, короче, значит, и вот, это ключевая мысль, ключевая мысль в чем? Что, когда я взвесился, я такой, ну, хорошо, то есть, мысль была такая, ну, хорошо, двигаюсь правильно, то есть, именно с такой эмоцией. А потом себя такой, это, отдернул и говорит, и говорю себе, Андрей, ты что, ты, почему, ты просто обязан себя похвалить, ты обязан испытать сейчас дикий восторг, кайф и так далее. И я прямо себя, ну, заставил, так скажем, просто такой стою и думаю, блин, я реально, я же молодец, я реально предпринял усилия. И я, значит, выстроил систему, да, по ней двигаюсь и получаю результаты. И вот эти минус 100 грамм, да, это, ну, это кайф, да, то есть, это свидетельство того, что моего, ну, подхода, упорства, да, и так далее. И я просто понял, что надо себя похвалить, да, чтобы, ну, чтобы мне хотелось продолжать это делать, да, потому что, ну, условно, если бы я вот не словил себя на этом состоянии, то сегодня я бы такой, ну, да, минус 100 грамм. Как бы морального удовлетворения на химическом уровне я, как бы, не получил, ну, не получил бы. И тогда, значит, это что? Это бы мне не дало никакой энергии. А когда энергии нету, как можно, ну, какую-то диету соблюдать, да, когда ты не хвалишь себя за вот эти маленькие шаги, которые ты каждый день, маленькие победы, которые ты делаешь. Поэтому я прямо слез с весов и такой, так, давай, короче, сейчас помедитируем. Я такой, блин, кайф, 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 короче, я, ну, так про себя и начал говорить. Кайф, я вообще молодец, я, ну, двигаюсь в правильном направлении, делаю те шаги, которые ведут меня к цели. Все, у меня все получается, я, короче, молодец. И реально настроение сразу поднялось, сразу прямо заряд. Вот. И вот это ключевая мысль, да, то есть. Я начал с Андрея, да, с поздравления ему. То есть это как раз-таки о том, что когда что-то плохо, да, ну, не плохо, а что-то в минус, мы как бы на это очень много энергии, да, фокусируем и генерируем, да, вот это там негативные энергии, типа переживания, блин, вес растет, что такое, блин, что-то не получается. Короче, вот мы крутим это, да, запекаем это состояние. А как только все, значит, начинает получаться, мы такие, ну, это нормальное состояние, просто, просто вес уходит, как бы так и должно быть. И это неправильно, да, потому что мы, ну, я только что, да, сменил минус не просто в ноль, а я сменил его на плюс. Ну, точнее, с весом все наоборот. Я сменил как бы плюс на минус. Ну, вы понимаете, да, если в килограммы все переводить. Вот, и это кайф. И вот очень важно каждому из вас, желаю, отслеживать такие моменты. Если вы вдруг нашли себя в состоянии, когда у вас происходит какой-то рост, прогресс, но вы к этому начинаете относиться как, ну, это же само собой разумеется, черт из два, похвалите себя за это, получите огромный кайф, просто на химическом уровне, и на этой энергии продолжайте действовать дальше, выше и больше. Ну, и мы продолжаем.